Куда же отдать своего ребёнка? В какой кружок или в какую секцию? И на что следует обратить внимание нам, родителям? Мы обо всём этом обязательно поговорим с нашим гостем, потому что у нас в студии Антон Завьялов, руководитель пресс-службы Дворца пионеров и школьников имени Крупской. Антон, доброе утро. Доброе утро. Ну вот расскажите, Дворец пионеров и школьников, мекка для всех детей нашего города. Вот летом что-то у вас происходит? Какие кружки и секции работают? У нас летом очень насыщенная жизнь. У нас порядка шести лагерей работает. Отработала два многопрофильных лагеря городских для детей, где дети не только смогли отдохнуть, но и окончить сразу две программы образовательные, получить свидетельство об окончании. Также есть лагерь «Лидерская смена», где произошла встреча будущих участников конкурса «Юный глава города». Был круглый стол, где встречались, обсуждали насущные проблемы города, делились мнениями. Прошла смена технической направленности, где ребята смогли на выезде попробовать себя в качестве конструкторов, роботов и автомобилей. Прошла смена, получается, две трудовых смены, где более трех тысяч детей смогли поработать на благо города, но в том числе и отдохнуть, потому что мы для них сделали очень большую насыщенную программу. Был даже чемпионат по мини-футболу. Финальная игра была на центральном стадионе, все по-взрослому. Когда начнется так называемая «жара», когда все родители толпами побегут к вам записывать. Значит, вспоминать, что ребенка нужно куда-то отдать. Скоро же 1 сентября, нужно же ребенка куда-то отдать. У нас «жара» уже в мае была. А, уже в мае. Да, первая волна, да, самые ответственные родители бегут. Все помните историю, когда у нас был такой наплыв, что даже в коридорах не было места. Но это еще не все. 20 августа стартует вторая волна, с 9 до 17 часов. Вот 20 августа и далее, весь сентябрь в том числе, мы ждем родителей с детьми к нам в гости. А скажите, какие новые секции, какие новые крышки? Или все по-старому? Нет, все перечислить. Возможно, что я помню, более 80. Нет, вот что-то новое будет. Нет, у нас 380 образовательных программ. А, нормально. Какие 80? 380. Ну, троечку добавили. Вот, новые есть, есть достаточно интересные. Для города они, наверное, уникальные. Самое такое, для меня, наверное, интересное, как для мальчика, да, это аэролаборатория. Вот, ребята попробуют себя, опять же, в качестве конструкторов квадрокоптеров, попробуют собрать, поуправлять, модернизировать, посоревноваться. То есть для города Челябинска это, наверное, в новинку. У нас такого еще нету. Также для юных программистов, и, наверное, тех, кому нравятся микроконтроллеры, вот, опять же, робототехника, что-то интересное, будет программная платформа Ардуино изучаться. Ну, вот так, грубо говоря, такие юные сис-админы, да, будут? Ну, не просто юные сис-админы. Это возможность создать, допустим, от небольшого робота, который будет ездить по черточке, до умного дома. Вот, то есть возможности Ардуино, они, в принципе, безграничны. Главное, чтобы была фантазия, у детей фантазия достаточно богатая. Слава Богу, да. Мы восстановили шахматы, кружок, то есть набор у нас заново открыт, потому что программа многогодичная. На один год мы делали перерыв. Шашки ГО, вот, достаточно интересное направление для интеллектуалов, как раз. Действительно, кружков очень много. Вот как определиться, да, куда ребенка отдать? Может быть, какие-то тесты там, по-прежнему? А у вас 380 направлений. И ты думаешь, да, и что делать? Нет, у нас в приемной комиссии работают специалисты, методисты, которые подскажут, пообщаются с ребенком, с родителем. На самом деле, здесь невозможно ошибиться. Я выпускник Дворца пионеров, за время, пока я там занимался, я закончил 20 кружков. То есть такой своеобразный мини-рекорд личный. То есть ребенок придет во Дворец пионеров, а это такое небольшое государство детства, он всегда найдет то, что им больше всего нравится. А, не надо бояться того, что ребенок будет лепутинский кружок, да? Да, ничего страшного. Вот, для нас как бы сложности административные, но мы для детей стараемся. Вот, возможность есть реализовать себя практически в любой области. У нас есть все шесть направленностей, которые есть в образовании. Это художественно-эстетическая, декоративно-прикладная, да, то есть это и вокалы, и танцы. Это возможность лепки из глины, это театр моды для будущих моделей, пошив одежды, дизайн интерьера для будущих архитекторов. Да, это спортивная направленность, это и дюсэшап, баскетбол, дзюдо, футбол. Ну, тут спортивное перечислять много очень. Есть также, естественно, научное, да, то есть у нас есть геологи, биологи, есть свой технопарк в технической направленности, робототехника, лего-конструирование. В общем, есть все другими словами. Один слой, приводите детей. Приходит, попадает, скажет. Был бы человек хороший, кружок подберем, да, вот это из этой серии. Спасибо вам большое. Да, большое спасибо, Антон, что пришли этим утром к нам и рассказали о том, что вот у вас есть все для всех. Ждем 20 августа к нам в гости с 20 числа и каждый день с 9 до 17. Большое спасибо. Спасибо, и я напоминаю, что у нас в гостях был Антон Завьялов, руководитель пресс-службы Дворца пионеров-школьников имени Крупской.